Медовый месяц Ты всегда роскошно выглядишь. Открой нам секрет, как удается себя держать в такой роскошной форме. Ренопластика, липосакция. Все как у всех. А зарядка, фитнес с утра? Ты зачем? Есть пластические хирурги. С чего начинается твое утро? Ты пьешь чай или кофе? Чай. С медом? Без. С чего начинается твое утро? С чашки чая. С чем? С медом. Я могу раскрыть свои секреты. Мое утро начинается в 6 вечера. Потому что ложусь я в 7 утра. И естественно, с этого самого момента начинается вся моя жизнь. Я хочу сказать, что я очень рада, что я нахожусь в Одессе. Я безумно люблю этот город. И я сегодня первый раз в этом заведении. Я могу сказать, что это достойно. Хорошая публика, красивые люди. Ты очень красивый. Успеваешь жить за то время, когда ты встаешь в фитнес-центре, они работают уже. Я так и сказала. Фитнес-центр работает круглосуточно. Все свои дела, укладки, маникюр, бассейн, тренажерный зал. Общение с подругами. Общение с подругами, с мужчинами. Я все успеваю. Без кофе вообще невозможно проснуться никак. Сначала чашка кофе с молоком обязательно, а потом только душ. Ты любишь мед? Да. Я пить чай только с медом. Я обожаю зеленый чай с медом, с майским. Это просто самое любимое. Да, да. Самое любимое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Существует пчелиный мед и есть шмелиный мед. Это абсолютно научный термин. И это правда. Знала ты об этом? Я покупаю его в супермаркете, я не знаю. Я думаю, он соевый. Своевый мед. Не бывает соевого меда, мне кажется. А какой лучше? Пчелиный мед, конечно, лучше. Пчелиный. Я покупаю только пчелиный. Я не задумываюсь об этом, на самом деле. Вот честно. Никогда. Ну, хотя бы предположить. Ну, я думаю, все-таки пчелиный. Матриархат. Ну, и шмелиный тоже есть. Ну, конечно, естественно. Все-таки я, наверное, больше склонюсь к пчелиному. Ты мед еще как-то используешь? Да. Значит, слушайте, для того, чтобы кожа всегда была в тонусе, значит, одну чайную ложку меда, одну чайную ложку сметанки и... Чайную ложку коньяка. Нет, не коньяка, а... не белка, а желтка. Все это намазываете на личика, держите минут 15-20, потом смываете, и все идеально. Вы просто на весь взгляд моложе. И можно идти в ночной клуб и утром проснуться, сделать очень такую же маску, как ни в чем не бывало. А утром можно проснуться и сделать не только маску, а сделать йогу. Я рекомендую. Скажи, какой был медовый месяц? Хочется ли повторить, скучаешь ли ты же этим? Я очень скучаю. Это было просто безумное время для меня. Самые сладкие дни, наверное. Одни из самых сладких дней. Не знаю, это так прекрасно, что мне больно вспоминать. Это было 9 дней, было в Италии, было на машине. Было очень хорошо. Ты девушка замужняя, ты мама, наверняка у тебя 100% был сумасшедший, красивый медовый месяц. Поделись с нами. Да, у меня был сумасшедший, красивый медовый месяц, правильно ты сказала, он был в Испании, на берегу океана. В общем, все было прекрасно и так далее и тому подобное. Ну, хотя бы немножко о прекрасном. Ну, это уже лично. Анечка, ну ты у нас девушка не замужняя, но все-таки мы сегодня говорим о медовых месяцах. Наверняка ты себе представляла свой медовый месяц. Поделись, давай пофантазируем. Ну, наверное, это будет достаточно тривиально и не совсем так прям вот необычно. И я, как любая девушка, все-таки мечтаю о райском острове. Ибице. Ну, безусловно, Ибице это вообще святое. Но мечтаю, конечно, о райском острове, чтобы там не было ни одного человека, только мой любимый человек. Ну и, конечно же, все удобства, чтобы они там обязательно были. Ну, наверное, это будет банально, но мне так хочется съездить отдохнуть. Я хочу, чтобы это были теплые страны. Я хочу просто ничего не делать. Я хочу отключить телефон, просто наслаждаться собой и своим любимым человеком. Ну, это острова, наверное, или Антарктида. Нет, это острова, я предпочитаю, я скажу, что это уже теплые страны. Мне нравятся Майами и Сейшелы. Шаг, еще лишь шаг, вот так, вот так, вот так взгляд. Теперь ты мой, и нет пути назад. Милый, я все решила. Хочу медовый месяц на сейшел. Твои любимые цветы? Ты знаешь, они вот такие яркие, такие красивые, я не помню. На букву Гэ называется. Гербер. Нет. Так, на букву Гэ. Гладиолусы. Нет, может быть, там есть просто букву Гэ, я не помню. Цветы тюльпаны, однозначно. Я обожаю тюльпаны, это признак весны, это вот такое весеннее настроение, это природа расцветает, оживляется и так далее. Вот тюльпаны, это однозначно мои цветы. Давай еще о чем говорят женщины? Хотя я по гороскопу дуванчик. Серьезно? Есть такой гороскоп? Да, ну я стрелец, а по гороскопу я дуванчик. А я Ива. Я так предполагаю. Я люблю орхидеи. Какие твои любимые духи? Тьери Меглер. Какой твой любимый бренд в одежде? Я не люблю бренды, но в последнее время как-то так сложилось, что я использую одежду русских дизайнеров. Поэтому мой любимый дизайнер это Юлия Троценко, которая шьет специально для меня. Любимый тип мужчины? Вы наверняка на девичниках обсуждаете. Да, причем усиленный. Я тебе могу сказать, образ такой собирательный по внешности. Для меня внешний Джонни Депп, вот это просто идеальный. И актер, который сейчас играет Бонда, к сожалению, не помню точно его имя. Даниил Крейг, если я не ошибаюсь. Вот внешний это просто идеальный вариант. Ну что ж, Даниил Крейг, звоните в программу «Хроники БРО», смотрите нас в Ютьюбе. Анечка, ты тоже посмотри в Ютьюбе потом. Да, наберу Даниилу Крейг, напишу ему туда в Голливуд. Забыла, я забыла, я набыла. Диора уже достаточно. Твоя любимая марка одежды? Марка одежды это кинзо. Кинзо и Этро. Твой любимый тип мужчины? Сволочной. Сеть фан-кониша, Грилан Этклаб и проект «Хроники БРО» поздравляет всех наших телезрительниц с 8 марта. Желаю вам оставаться такими же стильными, активными. Отрывайтесь на танцполе, ходите в правильные места и смотрите мою программу. Как женщина женщине, хочу пожелать оставаться прекрасной, любимой, любящей, цветущей, радостной, веселой и всего самого хорошего. Это весна, будьте по весенне счастливы всегда, не только 8 марта. Я желаю себе взаимного, настоящего, искреннего счастья, такого счастья, которого сейчас в нашем мире, к сожалению, почему-то мало. Это вот такая вот редкость, я себе этой редкости желаю, очень желаю. Я в лице всех женщин хочу пожелать себе простого женского счастья. Но, конечно же, не забывайте самой себе о карьере, быть самодостаточной, получать то, что ты хочешь, ставить цели и достигать их. Самый необыкновенный подарок, который ты получала 8 марта? Ну, это было приближенно к 8 марта, после прошлого года мне подарили белый Бентли. Скажи, пожалуйста, а ты приняла этот подарок? Да, почему бы и нет? Причем это было не от моего любовника, от моего мужчины, а просто поклонника. Счеловоды, шмелеводы, одним словом, диджи и бармены трудятся каждый уикенд, чтобы мы, клаберы, отработали всю ночь. Вы смотрели проект Хроники Байро, сегодня мы собирали мед в ночном клубе Шангрила и наблюдали полет шмеля. Следите за нашими хрониками, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова